МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Более 30 человек могут оказаться на улице по инициативе городского отдела ЖКХ. Люди уже получили повестки в суд и не знают, как быть дальше. Среди выселяемых есть и воспитанники детских домов. Даже некуда пойти на улицу, только все. Помочь всем миром. Журналисты оказали материальную помощь пострадавшей в Шахане 11-летней Елене Васильевой и побывали в гостях у ее бабушки. Болельщикам футбольного клуба «Шахтер» стоит ждать отличного сезона. Такое заявление сделало руководство команды. Футболисты отправляются на очередные учебно-тренировочные сборы. Более 30 человек, среди которых и выпускники детского дома, могут остаться на улице. По иску городского отдела ЖКХ людей выселяют из комнат бывшего общежития, в которые, к слову, их раньше заселил сам Жакимат. За годы проживания в тесных комнатушках люди успели обзавестись детьми, погасить долги и отремонтировать свои квадратные метры. У некоторых на руках есть документы о найме, но прописаться здесь они не могут. Аймамрина с подробностями. Мы когда сюда приехали... Вот в таких шапогах надо было ходить. Унитаз разбитый был. Воды не было ни холодной, ни горячей. Многодетная мать Жанна Хандога рассказывает, как они с мужем восстановили комнатушку в 12 квадратных метров, в котором не было абсолютно ничего. По словам супругов, эту жилплощадь им выдали в городском Акимате в 1994 году, так как они стоят в очереди на жилье. При этом договора о найме на руки не дали, а недавно они получили повестки в суд на всех домочадцев. Сейчас ГУ ЖКХ подали на нас в суд на выселение. У меня четверо несовершеннолетних детей, я и муж. Мы проживаем в 12 квадратных метрах. Я же не прошу за мной закрепить какие-то особняки, хоромы. 12 квадратов. Не прошу приватизацию. Прошу просто договор найма. Бегаем мы за этим договором найма. Проживаю я здесь с 1994 года. И непосредственно в этой комнате уже 10 лет. Выпускницу детского дома Наталью Хомякову заселили в комнату общежития тоже около 10 лет назад. Матери-одиночки выдали на руки договор о найме. Только вот прописаться и приватизировать это жилье женщина не может. Вот уже больше года ее отправляют из кабинета в кабинет. Из-за волокиты с документами ребенок Натальи не ходит в школу и не получает пособия. Сейчас сирота и вовсе боится, что может остаться на улице. Даже некуда пойти на улицу, только все. Даже положено на квартиры даваться. Они вот в комнаты, как говорится, пихают людей. А потом получается так, что другие покупают и остальных выселяют. Люди остаются с детьми на улице. В аналогичной ситуации оказались более 30 человек. Все они живут в комнатах и могут остаться без жилья. Каждому обещали, что ваши комнаты будут закреплены за вами. В течение 10 лет нас их кормили всех обещаниями. Те, которые на сегодняшний день попали под выселение. В отделе ЖКХ города точное количество выселяемых назвать не смогли. По информации чиновников, все эти люди живут в данных комнатах незаконно. При этом откуда у них документы, обещают разобраться в ходе судебных разбирательств. По нашим сведениям, они живут незаконно. Жилье предоставляется в соответствии с законом о жилищных отношениях только в порядке очередности. У них же в отношении вот этих граждан такой хронологии не отслеживается, что они проживают, что им было предоставлено в установленном порядке. Такого нет. В основном граждане заселены самостоятельно в эти квартиры, проживают там определенное количество. Судебные разбирательства могут затянуться на долгие годы, но согласно действующему законодательству, жителей не должны выселять в зимнее время. Айямам Ринажа Сулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. После трагедии в поселке Шахан со всех регионов Казахстана поступает гуманитарная помощь. Журналисты тоже не остались в стороне. Коллективы, телеканалов и изданий Карагандинской области совместно собрали почти 400 тысяч тенге и навестили пострадавшую 11-летнюю Елену Васильеву. Вместе с коллегами девочку навестила Лариса Хусаинова. Представители СМИ Карагандинской области навестили пострадавшую Елену Васильеву. Журналисты пришли не с пустыми руками. Девочка давно мечтала о планшете. Современный гаджет поднял настроение пострадавшей. У Лены постельный режим. Пока она не может ни ходить, ни сидеть. Для того, чтобы девочке было не скучно и она могла смотреть любимые телепрограммы, корреспонденты подарили телевизор. Елена Васильева в день трагедии получила сотрясение мозга и другие серьезные травмы. Она уже перенесла две операции на коленный сустав. Через несколько недель будут вытаскивать спицы, а после предстоит долгий реабилитационный период. Помимо планшета и телевизора, Елене подарили большую игрушку и сладкий подарок. Также на необходимые лекарственные препараты и другие нужды была выделена сумма в размере 100 тысяч тенге. Бабушка Лены рассказала о здоровье внучки. Мы думаем, что все будет хорошо, но боимся, какой будет реабилитационный период, что будет после этого. На сегодняшний день что вообще? На сегодня врачи ждем. С позвоночником все нормально? Позвоночник нормально, да. Делали МРТ, позвоночник нормально. Ну, сотрясение вроде бы прошло, потому что она учится хорошо сейчас. Вот, читает, ну все. Ну все нормально. А реабилитация сколько примерно говорят? Реабилитация, вот когда сделают еще одну операцию, потом будет реабилитационный период. Несмотря на то, что Елена временно прикована к кровати, у нее позитивный настрой. Она с радостью пообщалась с журналистами и рассказала, как проходит ее день. Мне сначала дают лекарства для укрепления костей, пить, потом бабушка мне несет, чтобы я умылась и зубы почистила. Потом я завтракаю и готовлю учебники и жду учителей. Если мы успеваем, то мы можем повторить уроки. Ну вот, повторяем уроки, и приходит учительница, мы закрываем дверь, и вот, чтобы нам никто не мешал, мы занимаемся. Врачи и знакомые поражаются стойкости и смелости Лены в ее нелегком положении. Около кровати висит расписание. Учителя довольны домашними заданиями девочки. Лена в будние дни занимается в полную силу по школьной программе. Девочка уверена, что вскоре она поправится окончательно и вернется к полноценной жизни. А помогут ей в этом добрые люди, которых, как оказалось, немало. Лариса Хусынова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области завершены проверки зданий с автономными системами отопления. Комиссия выявила 72 котельные из 688 объектов. По итогам проверки власти приняли решение вынести автономные системы отопления за пределы зданий. Бюджетные средства будут потрачены на модернизацию систем отопления административных зданий. Что касается многоэтажных жилых домов, то власти обещают привлечь предпринимателей, понимая, что жители финансово не потянут эту процедуру. Все работы по переносу котельных начнутся после завершения отопительного сезона. А жители Шахана боялись, что их заставят за свой счет это все делать? Как вы знаете, все эти объекты, которые находятся в зданиях, это является собственностью этих жильцов. Законодательно, бюджетным кодексом не предусмотрены средства на проведение этих работ. В связи с этим будут изыскиваться средства. А может быть, вы знаете, что сейчас в фонде по помощи поселка Шахан собрана энная сумма, мы фонд попросим посадить содействие по выводу. И дополнительно будут привлечены другие спонсорские организации. Предприятия, шахты, которые будут помогать, мы их тоже будем привлечены. Но без жителей, без их содействия мы тоже эту работу, думаю, не будем проводить. Потому что это их собственность. К другим новостям. В Карагандинской области продолжается визит депутата Сената парламента. В районном центре Бухожуравского района Серик Акылбай встретился с активом. Участники обсудили послание президента и специальное обращение главы государства о перераспределении и властных полномочий. Депутат Сената парламента Серик Акылбай начал встречу с вопросом о перераспределении полномочий между ветвями власти. Он отметил, что за 25 лет Казахстан добился многого. И главное – это стабильность и экономический подъем. На начальном этапе потребовались довольно жесткие реформы, чтобы войти в рыночную экономику. Для этого глава государства сосредоточил в своих руках широкие полномочия. И по настоящее время он пользовался теми полномочиями, которые представлены ему в Конституции нашей республики. Обеспечил ту стабильность, которую сейчас мы имеем. То экономическое развитие, которое сейчас мы имеем. И тот огромный политический авторитет во всем мире, который мы сейчас имеем. Сенатор Акылбай отметил, что Нурсултан Азарбаев осознанно идет на передачу ряда своих полномочий парламенту и правительству. И это продиктовано временем и теми демократическими началами, которые заложены в Конституции. При этом важно отметить, что институт президента является и будет оставаться системообразующим стержнем казахстанской государственности. Президентом остаются основные функции гаранта Конституции и стабильности, верховного арбитра между ветвями власти, определение стратегии внешней и внутренней политики, обеспечение безопасности и обороноспособности страны. Участники встречи также отметили, что значимость нынешней реформы сопоставима с принятием Конституции в 1995 году. Эта реформа определит развитие казахстанской государственности на многие годы вперед. Обсуждая послания, главы государства подробно остановились на развитии сельского хозяйства. Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По многим позициям, республика может быть одним из ведущих в мире производителей аграрной экспортной продукции. И немалая роль в этом отведена сельхозпроизводителям Бухаржираусского района. Андрей Тен, Жак Сылык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Депутат Сената парламента также посетил населенные пункты Бухаржираусского района. Он ознакомился с социально-экономическим развитием региона, а также встретился с жителями поселков. Перед встречей сенатор Серик Акылбай повывал в частном семейном доме поселка имени Габидена Мустафина, где пообщался с пенсионерами, а также побывал в Доме культуры. Основная встреча с сельчанами прошла в поселковом Акемате. Выступая, сенатор Акылбай особо остановился на сельскохозяйственном потенциале республики. Казахстан вполне может стать крупнейшим в мире производителем продуктов питания. «Президент поставил следующие задачи в данном секторе. Первое – обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году. Это должно быть достигнуто путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукцией. Второе – пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции». Сенатор также заявил, что для достижения этой цели и был, в общем-то, предназначен новый закон о земле. Выкупив землю, сельхозпроизводители могли бы получить кредит для развития производства. «И когда этот закон вышел, я встречался с аграриями Нуринского и Сакаровского районов. Они умоляли, скорее пускай вступит этот закон в силу, чтобы мы могли выкупить свои земли, которые арендуем, потом сдавать под залог и получать кредит. То есть, тем, кому нужен этот закон, они требовали, давайте». Следует отметить, что в своем послании президент большое внимание уделил развитию села и не только увеличению производства сельскохозяйственной продукции, но и улучшению сельской инфраструктуры. В частности, акцентировано внимание на развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. В поселке Белогаш жители обратили особое внимание сенатора на отсутствие доступного интернета. «Вообще в правительственном документе, Сергей Басидович, у нас Корнеевка, Омуткер, оптико-волоконная связь в проекте имеется. Если мы этот проект получим, то весь восточный регион, в том числе и Белогаш, получит... «Необходимо продвигать этот проект?» «Да, мы продвигаем. Я вот недавно лично сам написал письмо. Но мы господи...» «Кто решает это?» «Это Казахтелеком. На правительственном уровне, но там через Самрук. Мы знаем, что эта правительственная программа идет через Самрук, подразделение Казахтелеком. Если оптико-волоконная связь здесь появится, в Корнеевке, то эти все населенные пункты вокруг, или там в Омуткере, все населенные пункты будут обеспечены достаточным интернетом». В ходе беседы участники также задавали вопросы. Фермеры подняли ряд проблем, связанных с регулированием аграрной отрасли и сферы ветеринарии. Андрей Тен, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. А в Караганде продолжают свою разъяснительную работу депутаты мажориса парламента. Мажорисмен Мирам Пщембаев и спикеры партии Нур-Отан встретились с руководителями спортивных секций и школ. Среди приоритетов, в том числе, в послании обозначены борьба с коррупцией и экстремизмом, а также стимулирование предпринимательства и снижение роли государства в экономике. Обозначенные Нур-Султаном Назарбаевым пять основных приоритетов третьей модернизации Казахстана безусловно позволят создать новую модель экономического роста. А это, в свою очередь, обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30 самых передовых государств мира, отметил парламентарий. Также народный избранник обратил внимание аудитории на перераспределение власти, которое сейчас широко обсуждается в обществе. Более требовательное отношение к бюджету, неисполнению бюджета, нецелевому использованию. То есть эти все критерии будут уже случаться в этом плане. То есть мы остаёмся, надежно, президентской страной, но уже снижение правительства не смогут, если что-то сами там запустили, недостатки, на кого-то показать, то уже не смогут. Будут отвечать беспарламентом, парламент естественно. Четвёртый приоритет – улучшение качества человеческого капитала. Одним из пунктов является улучшение системы здравоохранения, а значит и актуализация, занятий спортом и здорового образа жизни. Депутат отметил, что с 1 июля текущего года начнёт внедряться система обязательного социального медицинского страхования. Она основана на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Аймам Рина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Нынешнее послание главы государства народу Казахстана столь судьбоносно, что его широко обсуждают на самых различных уровнях. Пункты послания подробно обсудили и члены Карагандинского городского актива. В работе актива приняли участие депутаты, ветераны, труженики тыла, руководители предприятий и организаций. В послании президента народу Казахстана поставлены конкретные задачи по каждому пункту развития экономики. Это инвестиции, повышение производительности труда. Особое место уделено развитию профессионального технического образования. Это нашло отклик в сердце ветерана труда, педагога Фёдора Ермакова. И я считаю, что упор президента на развитие профессионально-технического образования – это залог того, что наша страна будет обеспечена новыми профессиональными кадрами, которые так нужны для нашей экономики. Однако мало лишь продекларировать поставленные цели и задачи, необходимо разработать специальные программы для их достижения. О том, что необходимо сделать, чтобы в полной мере реализовать все задачи, рассказал Аким Караганды-Нурлана Убакиров, одна из необходимых экономических мер – создание новых рабочих мест. В текущем году приступила к реализации новая программа развития продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, которая направлена на повышение уровня жизни населения путем создания новых рабочих мест. В ходе реализации данной программы наше население будет иметь возможность получить техническое и профессиональное образование путем краткосрочного обучения. Городоначальник отметил, что в 2016 году динамично развивались все основные секторы карагандинской экономики. Объем промышленного производства за прошлый год составил 310 миллиардов тенге. Производительность труда выросла на 24%. Нурлан Убакиров отметил, что положительная динамика отмечена во всех отраслях промышленности. И останавливаться на достигнутом никто не собирается, отметил Аким. Андрей Тен, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Очередной учебно-тренировочный сбор футбольного клуба «Шахтер» стартует 4 февраля в Турции. На втором сборе планируется ряд контрольных игр с командами из ближнего и дальнего зарубежья. Напомним, первые сборы карагандинские футболисты провели также в Анталии. О предстоящем футбольном сезоне расскажет Асель Сазанбаева. Прошедший сезон команда закончила на 9-м месте. Существует ряд причин, в том числе и финансовые проблемы. В связи с этим состав команды был разрозненный и не сыгранный. Но на сегодняшний день эта проблема разрешилась. И состав команды пополнился новыми игроками. В данный момент пришли в команду два сердцких полузащитника центральных, которые выступали у себя на родине в премьер-лиге за команду «РАЦ». Это «РАЦ Белград» – это Марко Станович. И команда «Металлац» из города Горно-Милановоц – это Милан Стоянович. Марко имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе молдавской команды «Шериф». Тоже опытные игроки, а Милан в свое время поиграл в начале своей карьеры в Бельгии два года. Поэтому, я думаю, они нам помогут. Видно, что качественные и квалифицированные футболисты, хорошо приняла команда их. Также среди новичков – это известный в Казахстане футболист Дауренбек Таженбетов. Еще в недавнем времени он вызывался в состав национальной сборной Республики Казахстан. Тоже отлично себя зарекомендовал на сборах. О задачах на 2017 год можно говорить смело. Первый пункт в плане – это работа над сплоченностью коллектива и выработка командного духа. Помимо моральной подготовки, большое внимание будет уделяться и физическим нагрузкам. О сердце Замбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Сауголмстер. Редактор субтитров А.Семкин